В Приморье с начала года более 16 тысяч человек старшего возраста приняли участие в мероприятиях проекта «Активное долголетие». Программа реализуется во всех муниципальных образованиях края. В День пожилых людей губернатор края посетил Приморский центр социального обслуживания. Здесь они находят возможность развивать свое творчество, обучаться каким-то новым навыкам, знакомиться с людьми, заниматься художественной самодеятельностью, развивать моторику рук. Поэтому люди сюда тянутся, это очень важно. Их социализация, и, скажем, та среда, в которой они выросли, общие интересы, общие взгляды, общие истории, общие воспоминания. Губернатор отметил большую помощь людей старшего возраста участникам специальной военной операции. Практически в каждом районе вот такие организации людей старшего возраста, пенсионного возраста, шьют сети маскировочные, отправляют на фронт. Это как матери оберегают своим крылом наших бойцов. Ведь каждая связанная, там, маскировочная сеть, каждая изготовленная свеча, это, допустим, и тепло, это действительно тот оберег, который реально помогает нашим бойцам. Там на фронте передают то тепло и доброту, которую здесь жители Приморского края, люди старшего поколения своим трудом воплощают те изделия, которые очень нужны. Поэтому за это им огромное спасибо. Центр активного долголетия во Владивостоке работает на базе Приморского центра социального обслуживания населения с 2019 года. Его посещают более 800 человек в год. Для них предусмотрены кардиотренировки, арт-терапия, организована работа в театральной студии и швейной мастерской, занятия на открытом воздухе. На данный момент на территории Приморского края работают почти 400 клубов по интересам, 108 из них на базе Приморского центра соцобслуживания. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.